Жители села Филипповская Киржачского района пытаются спасти лес в суде. Эта история длится уже больше года. В 2016-м полторы тысячи гектаров соснового леса были проданы за 27 миллионов рублей, по 200 рублей за сотку предприятию «Метровагонмаш». При этом сделки, которые в настоящий момент и оспаривают, про лес ни слова. Проданная территория заявлена как земля промышленного назначения. Во Владимир на заседание по этому делу приехали представители инициативной группы – десятки жителей Филипповского. Если мы проиграем и 1500 гектаров филипповского поселения, 1500 гектаров леса будут отданы этим святотарствам, по-другому я не могу сказать, назвать их, то вся территория радикально изменится. Жизнь десятков тысяч людей резко изменится, не станет лучше. И то, что сегодня президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин призывает и говорит о том, что надо лес сохранить как наследие наших предков, как наследие исторической нашей природы. Сохранят ли те люди, которые взялись за страшную задачу, уничтожить 1500 гектаров леса. Опасаются жители Филипповского и другого, в частности, строительство полигона для захоронения бытовых отходов. Правда, в 2018-м дочернее предприятие «Экотехстрой», входящее в структуру метровагон «Маша», заявило о том, что инвесторы отказались от строительства мусорного полигона. Во Владимирском областном арбитражном суде слушания по этому громкому делу только начались. Иск на возврат леса в собственность Российской Федерации подал Департамент лесного хозяйства по Центральному федеральному округу. Ответчики – юристы метровагон «Маша», «Экотехстрой» и Матищинского машиностроительного завода. Департамент лесного хозяйства по Центральному федеральному округу обратился с иском к АО «Метровагон «Маша» и другим ответчикам о признании сделки недействительной, совершенной между администрацией Киржайского муниципального района и АО «Метровагон «Маша» по купле-продаже земельного участка ориентировочной площадью 1500 квадратных метров. И последующих сделок с этим участком недействительными. У истца несколько доказательств. Первое – это имеющиеся на руках материалы лесоустройства по спорному участку, а также рассекреченный документ 1967 года, акт, в котором проданные земли, имеет статус земель Гослесфонда. Как отмечает юрист Татьяна Гусева, экс-глава администрации села Филипповская Олег Иванов, продавая участок «Метровагон «Машу», умышленно скрыл, что на его территории произрастает сосновый лес. Было сказано, что в границах участка леса отсутствует. Но мы потом подняли документы, материалы лесоустройства и другие документы. Даже сам «Метровагон «Маш» направил на запрос журналистов, направил ответ, что 90% участка покрыто лесом. В последующем мы запросили документы и получили материалы лесоустройства, таксационные описания, карты, планшеты. Из этих документов явно следует, что «Метровагон «Маш»» не мог не знать о том, что этот земельный участок лесной и предоставлен ему для ведения лесного хозяйства. Ответчики на суде иск не признали. Более того, юристы «Метровагон «Маша» и «Экотехстрой» и «Матищинского» машиностроительного завода обратились к суду с ходатайством, сделать процесс закрытым, поскольку речь идет о недвижимости, и это является коммерческой тайной. Судья Марина Киселева это ходатайство отклонила. Сделка, которая была совершена между администрацией Филиппского, администрацией Филиппского и сельского поселения Пиджарского района и армии 2 мая, 6 октября 2016 года, законно. Престребование изменения участка государственной собственности невозможно. В настоящее время, поскольку данный вопрос был ранее рассмотрен арбитражным судом Владимирской области вступил в законную силу. Если Владимирский областной суд удовлетворит иск Департамента лесного хозяйства, то все участки, образованные из единого площадью 1500 гектаров, будут возвращены в государственную собственность.